МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на АТР. 25 января, 1063-й день аннексии Крыма. Вы смотрите ЗАМАН в студии Софьи Абляева. Сегодня в выпуске. Адвоката Полозова пытались допросить ФСБ. Я был похищен. Ильми Умеров назвал похищение адвоката политикой устрашения. Они не хотят, чтобы хороший, качественный московский адвокат представлял интересы крымских татар. Украинское радио снова доступно в Крыму. Это будет первый этап. Это четыре радиостанции, среди которых есть и радиостанция Майдан. ФСБ похитило Николая Полозова. Именно так адвокат назвал свое задержание. После обеда в Симферопольскую гостиницу, где проживает Николай Полозов, приехали шесть человек, которые не предъявили никаких документов и пригласили его на беседу. В отделении Полозова пытались допросить в качестве свидетеля в деле заместителя главы Менжлиса Эльми Умерова. Неудавшийся допрос следователям записывали на видео. Отвечать на вопросы адвокат отказался. Я был похищен. Я это так квалифицирую. Был я отвезен в управление ФСБ по Республике Крым в городе Севастополь. В ходе допроса я не представил документов. Я не ответил на вопросы, которые ставил следователь. Мной был изготовлен вот такой листок, где я указал слово молчит и указал, что в соответствии с статьей 8 федерального закона от 31 мая 2002 года, номер 63 ФЗ, это федеральный закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации и пунктом 2, ч. 3, ст. 56 УПК РФ адвокат не может быть допрошен по обстоятельствам, ставшим ему известными в связи с оказанием юридической помощи. Николай Полозов обжалует действия ФСБ в крымских и российских судах, а также подаст жалобу в Европейский суд по правам человека. Полозова пытаются допросить в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова, чтобы адвокат не мог далее защищать права заместителя главы Межлиса Умерова в суде. Если силовикам все-таки удастся отстранить Полозова от дела в качестве защиты, то Умеров, которого обвиняют в сепаратизме, будет вынужден обратиться к другим адвокатам. ФСБ у власти, нынешней оккупационной власти в Крыму, немножко планы другие. Они не хотят, чтобы хороший, качественный московский адвокат представлял интересы крымских татар. Это в назидании другим адвокатам, назидание людям, которые поддерживают крымских татар на территории Российской Федерации, чтобы не связывались с Крымом, чтобы не лезли в дела крымских татар. То есть цель запугать. В ПАСе рассматривают резолюцию по Украине. Парламентская ассамблея Совета Европы заслушивает отчет мониторинговой миссии относительно демократических процессов в Украине. Зарегистрированы 24 поправки к резолюции. Предполагается добавить сразу два пункта российской агрессии, признав ее главным риском для дестабилизации и ухудшения ситуации с безопасностью. Ранее ПАС поддержала резолюцию авторства украинского депутата Арьева об угрозах журналистам и свободе слова в Европе, требующую в том числе освободить украинских заключенных в России. Здесь находятся представители 47 стран мира. Каждый указанный документ кладется на стол президенту, премьеру этих стран и парламент этих стран, чьи представители здесь, формируют государственную политику своей страны в соответствии с этим документом. То есть мы определяем, что Россия – это партнер в сфере вооружения, развития экономики, или все-таки это агрессор, который за своими экономическими интересами держит все-таки какой-то кулак или ракету. Под контрольной Кремлю Верховный суд Крыма частично удовлетворил апелляцию на решение Бахчисарайского районного суда по делу Энвера Шерфиева и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей вместо 15. По данным следствия, Шерфиев участвовал в несанкционированном массовом мероприятии в мае 2016 года, когда жители Бахчисарая собрались возле кафе «Салачик», чтобы обсудить проходящие в этот день обыски в домах крымских татар. В участии в этом мероприятии всего обвиняются 6 крымских татар, никто из них свою вину не признает. В апелляционном суде нам удалось доказать, что то собрание граждан не нарушало права третьих лиц и не препятствовало движению пешеходов и транспортных средств. Шерфиеву переквалифицировали статью, и ему был назначен штраф в размере 10 тысяч за участие в несанкционированном митинге. Музей оккупированного Крыма все еще ждет скифское золото. В Центральном музее Тавриды в Симферополе, откуда была вывезена часть экспонатов для выставки в Амстердам, надеются, что артефакты вернутся на аннексированный полуостров. 14 декабря прошлого года окружной суд Амстердама принял решение, что владельцем скифского золота является государство Украина. Ну, еще неизвестно. Касок не в нашу пользу выигрывает, но мы надеемся, что это будет. Но там не только Симферополь, там и Бахчисарай, там и Керчи, Пеодосия, всего понемножку. И там не только золото, там и есть вещи, которые, они вот котел, например, скифский, он бронзовый, он не золотой никакой, он просто бронза, зеленая, поденевшая. Но он редкий. И таких котлов всего на Украине было найдено два или три. Конечно, такие вещи уникальные, жалко. А золотые украшения всякие, из киевских, из арманских. В Киеве есть музей драгоценностей, в Лавне. И там очень много корольских экспонатов. Симферопольские парковки подорожали втрое. Таким образом, оккупационные власти города хотят заставить горожан пересесть из частных авто на общественный транспорт. По данным местных СМИ, тем самым оккупационная власть города хочет уменьшить количество транспорта на улицах крымской столицы. Дороговато. Дороговато? Да, можно. Люди пришли, привели детей в цирк на 2-3 часа, то есть это 200-300. 400 рублей надо отдать за то, чтобы, ну, как бы встали. Зачем нам загружать город личным транспортом? У нас ходит отлично, в городе работает муниципальный транспорт. Получили 70 новых карфантабельных автобусов, которые работают на городских муниципальных маршрутах, именно в центральной части города. Пикет против семейного насилия прошел в Москве. Так называемая Госдума России во втором чтении приняла законопроект о декриминализации семейных побоев. Согласно ему, случаи домашнего насилия из категории уголовных преступлений переводятся в административные правонарушения. Тысячи женщин и тысячи детей страдают от домашнего насилия, потому что они умирают от домашнего насилия. И эта статья 116 была единственным для них механизмом как-то себя защитить. Пенсионеры-переселенцы без электронного удостоверения должны каждые три месяца подтверждать свое присутствие на подконтрольной Украине территории. С электронным пенсионным проверки реже. Первые две через полгода, а потом раз в год. Такие изменения вступили в силу с 2017 года. Наши журналисты встретились с юристами Крымсос, которые попытались разъяснить, как справиться с этими нововведениями. Елена так попросила себя называть эту женщину пенсионеркой из Луганска. Она не хочет показывать свое лицо, боится, что пострадают близкие оставшиеся дома. Сама она переехала на подконтрольную территорию в мае 14-го. Со мной не общаются мои одноклассники, к примеру, потому что я майданутая для них. Мои соседи не общаются. Елена постоянно живет на материке, но это придется подтверждать. Поскольку у нее есть электронное пенсионное удостоверение, то сначала будут две проверки через полгода, а потом раз в год. У тех, кто не получил электронное пенсионное, проверки будут каждые три месяца. Проходить их нужно по месту жительства в отделениях от банка, единственного банка, где можно получить пенсию. Каждые три месяца человек должен взять паспорт, идентификационный код, справку про взятие на учет как внутренне перемещенного лица и обратиться в отделение от счет банка и лично снять, например, деньги со счета, провести какую-то операцию. Это будет физическая идентификация человека. Почему это важно? Потому что если пенсионер не пройдет физическую идентификацию, ему будут прекращены все движения по счету. То есть деньги будут заходить, но он не сможет ними воспользоваться. За два с лишним года Елена поменяла 7 квартир. Опасается, что придется проходить проверки каждый раз после переезда. И когда вот этот момент перерегистрации, он длится не день, не неделю, он длится несколько месяцев. И это очень сложно на самом-то деле. Юристы объясняют, по закону, если смена жилья произошла без выезда в другой город или другую область, то соцслужбы не должны проводить проверки. В то же время отмечают в Крымсос на сайтах Пенсионного фонда и Ощадбанка нет информации о том, в какой срок проходить идентификацию. Поэтому советуют обратиться за разъяснениями в эти организации. Роман Спиридонов, Эльдар Асматов, Заман, АТР. Радио Мейдан снова заиграет в Крыму. На Чангаре достроили телерадиовышку для вещания на Крым. Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский. Высота вышки 150 метров. Ее строительство заняло около двух месяцев. С февраля жители полуострова смогут словить сигнал украинских радиостанций, украинское радио, Мейдан-ФМ, Радио Крым Реалии и Херсон-ФМ. Следующий этап, заявил Костинский, организация цифрового телевидения. Великим достигнением было то, что Мейдан відновил свое мовлення в 2016 году, эфирное мовлення. И теперь, это уже наступный крок для Мейдана, это мовлення на территории Крыма на частоте 101,4 с Чангарской вежи. И наступный этап для этого великого проекта это организация цифрового телебачения. И я сподеваюсь, що в цьому півріччі ми ці питання теж і вирішимо. Пока це все. Смотрите следующий выпуск «Заман» через 2 часа. Будьте с АТР. Хорошего вечера.